Сегодня мы показываем нашу новую работу, комическую оперу «Россини. Шелковая лестница». Надо сказать, что к ней мы шли довольно много лет, потому что в 2007 году в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории режиссер Игорь Ушаков и Игорь Дронов, по сути дела, создали творческий проект, который перерос в оперную студию, в которой участвуют студенты вокального отделения нашего училища и ансамбль солистов «Премьера», которым уже 22 года руководит дирижер, заслуженный артист России Игорь Дронов. Вот эти два могучих Игоря взялись за такое сложное дело, как постановка оперного спектакля в условиях учебного заведения. Это на самом деле очень сложная задача, потому что певцы неопытные, они только учатся. Оркестр, конечно, у нас не только учебный, но и концертный коллектив. Тем не менее, создать в условиях учебного заведения оперный спектакль – это очень сложно. И начинали мы с опера «Аптекарь» Гайдена, затем последовал импрессариев «Затруднение» Чемороза. После него Игорь Ушаков предложил к постановке поэзиэла «Мнимые философы». И вот в 2016 году подобрались к Россине. Россине, конечно, петь гораздо сложнее, потому что это уже виртуозная вокальная музыка. Тем не менее, нашли ноты. Как всегда, поиски были сложные, как всегда в наших историях оперных. И надо сказать, что был большой отбор среди студентов, которые хотели спеть эти партии. Вот сейчас мы остановились на тех сетях, которые выдержали очень длительные полугодовые репетиции с режиссером Игорем Ушаковым. Опера эта создана Россине в его самые молодые годы. Она, я считаю, просто является прямой предшественницей севильского цирюльника, и в ней уже все заложено. Это действительно замечательная комическая опера, в которой стиль Россине уже очень ярко проявился. Знаете, я очень люблю Россине. Россине композитор, Россине человека, Россине шутника и Россине кулинара. Этот человек Россине, который создал свой стиль, свое музыкальное, будем так говорить, кредо. И все его оперы пронизаны искрометностью, весельем, радостью. У него все сюжеты собраны воедино. Все персонажи едины, все яркие, все музыкальные, артистичные. И все люди, которые хотят чего-то в жизни. «Шелковая лестница» — это фарс, комический фарс в одном действии. Он пролетает на одном дыхании. Это сделано так виртуозно у Россине, с прекрасными фюритурами, с прекрасной музыкой, каденцией, замечательно вошли и голоса, и оркестр, все в единую палитру. И эта музыка искрится. Она действительно как бокал шампанского. И мне кажется, что ребята, молодые вокалисты, даже молодые музыканты в оркестре, они стремятся ощутить полной грудью эту музыку и попытаться ее транслировать в зрительный зал. Многие люди, которые приходили и слушали, они ни разу не слышали этот материал воочию, вживую. И это тоже каким-то образом открывает композитора с другой стороны. Не только Севильский цирюльник, не только Отелло и Золушка, не только Вильгельм Тель. А есть однакные произведения, которые никто не знает. Не важно, как преподносится этот материал, в концертном исполнении или в сценическом. Но весь этот пласт музыки, который погряз под нашим бытом, и который мы забыли, и мы говорим о том, что если забыто, значит плохо, я думаю, что это неправда. Мне кажется, что это самое лучшее, когда ты достаешь старую вещь, а она еще живая. Она дает какую-то жизнь людям. Люди радуются, исполнители и люди-зрители радуются. Это, наверное, главное. Сюжет очень распространенный. Оли Бретто Фоппе. И, как всегда, молодые любовники, опекун, который им мешает. Джулия фактически уже обвенчана со своим возлюбленным. Возникает у них на пути богатый и очень хвостливый еще один жених Бланзак. И в этой во всей перипетии еще участвует глуповатый и хитроватый слуга Джермана. Кроме того, в сюжете присутствует еще одна женская роль. Это Лючилла. Тоже очень яркая. И с очень подвижной, легкой, виртуозной партией. Лючилла – это племянница или родственница опекуна. Она ищет жениха. И в этом сюжете она преуспевает. Она заполучает богатого жениха, а главная героиня Джулия получает своего возлюбленного. Они, как обычно в этих комических операх, бывают, как это было в «Аптекаре», и в «Импресарио» тоже, и в «Мнимых философах», все то же самое повторяется. Они все обманывают своих опекунов или воспитателей, или отцов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «…» «…» «…» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Доман сипарат. Водателли ордени, и джуя да фреттар. Вемес кончур. Тута кампита и фия, стаде сикуро. Висториалоте, джамбе вуста ноте. Эхе! Тучи марити! Кваль сурпреза! Своу кейлду корре, стабилтанто. Волшавл Модирон Савру Миндероненту у Федейе и Петверту Своя. Один секрет, вовремя миу грампазия парня, гиулия. Парккхе? О, ле моєргене! Валту ономай, мистириозу и куэссо. Пер Парижи, Си дичи гиа че Гюля си фасмоза, Соло пер убедир, айсо туттор, Ма нон пер ке пи стими, о, порти амор. Аккоспетто, сон пунто. Элла нумаа. Ио нон сапропиacerай Лей, Ту стессо, giудикарми, до врани, А ль энтузиасмо, и сону гиа д'а верти ритровато. Пер че? Паррепарат на леа ме глоря. Ви пресенза ти во, димми е вито ря. Гуэссо я прапра, суферма. Ма потре бе, Жуя, Ви пресенза туа, Авер де ри гвати? Элло? И волю ли пьего, Оссервиам! Ильвия спедвенна, Пробро и мене, Элушико! В отки моментах, Асходите фидиетро, И осерва туту, Пер довер не ступи! Ту воли! А, лесто, Коедрани, Коедрани! И ласча! Пуэй, серве! Си, Конощамо, Илькортичуя, А фондо! Эпэн, Кэддичи! Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Секондо! Хе-хе! Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Ильтуа дэзи, Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 ПРЕСTO ВАЛА НЕЛ ВИО ТРИОНКО И ИНТАТИТТЫ И ПАРИЩИ ИО ТЕ НЕ СПИЯЦИ ПРАНСИ АНСИ НЕ ГУСТО И КОРРЕ СОЛ МАВЕНТО А БЕРДИЛОВЕ ОЧЕЛА ЗВИА ОТ ТОРМЕНТО Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сера! Грандмавита! Что случилось? Востра кугина, в этот апартамент, а мезутно и иной, ирандевую! А че? Альсиньор Бонзак! Как?! Как?! Мазайте! Батико мио! Тальчебе! О, насшерах qualche дьявол! Дьявол! Сон, куа! 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 Ну ё че персона. Елль!". Ка! Пуа! Звучит музыка. 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 Ага! Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво!